Приветствую вас, попробую ответить на вопросы, которые вы задаете, и попробуем вместе с вами выработать некую такую стратегию, которая бы соответствовала тому, чего вы хотите. Итак, если есть осознание того, что мужчине нужен только секс, стоит ли соглашаться? Соглашаться на что стоит? Почему вы спрашиваете об этом у нас? То есть, ну, очевидно, да, очевидно, что если вам, например, хочется с этим мужчиной побыть в отношениях каких-то, да, если вам хочется поучаствовать с ним, если вам хочется как-то попыть рядом с ним, то, соответственно, я думаю, что нужно это делать. почему вы спрашиваете у нас, как бы, вот если вам несколько разных людей, да, скажут совершенно противоположные вещи, да, например, кто-то скажет, что, там, давай, значит, уходи от него, а кто-то скажет наоборот, допустим, не уходи, да, и что, кого вы будете слушать, понимаете? Дело в том, что если вам хочется секса, если вы хотите секса, если вы четко понимаете и знаете, что вы с этим мужчиной только для секса, только ради секса, то можно согласиться при условии, что вас это полностью устраивает. то есть если у вас не будет переживаний по поводу, например, того, что вот меня использовали, вот меня там, значит, воспринимают как, ну, например, например, да, как девушку легкого поведения, допустим, вот если не будет такого, если вы знаете, что так не будет, то соглашайтесь, конечно. Проведите время с ним хорошо, получите удовольствие от времопровождения с ним. В конце концов, жить-то нужно и удовольствие получать тоже нужно. Понимаете? Понимаете? Но с другой стороны, если вам претит нахождение в отношениях ради секса, если вам это претит, именно претит, а то вы чувствуете, что это не ваш, например. Вы чувствуете, что вам это не по душе, если вы знаете, что, например, вы достойны большего, ну, допустим, допустим, да, вот, то тогда, конечно, не нужно. Потому что вы таким образом сами себе только навредите, если пойдете против своих вот каких-то взглядов, да, против своих убеждений, против своих ценностей. Понимаете? Понимаете, что есть? Какая штука. И в принципе, в принципе, хитрость, она в этом, что если вы не будете эмоционально зависимы от ситуации, от мужчины, ну, вот, с которым вы в отношениях, то все будет хорошо у вас, все будет замечательно у вас. И проблем абсолютно никаких не будет. Но если вы чувствуете, что эмоционально вовлекаетесь в процесс, то, соответственно, сразу нужно делать чак назад и избегать этого. Потому что совершенно очевидно, что вам это не пойдет на пользу. Дальше. Дальше. Дальше идем. Если стремиться совсем к другим отношениям, гармоничным, ну, во-первых, необходимо, ну, желательно, понимать вообще, вот, именно вам гармоничные отношения, они для чего нужны? Именно вам гармоничные отношения, они зачем нужны? Именно вы от гармоничных отношений сами, чего ждете. Потому что это важный момент. Если вы хотите гармоничных отношений для себя, то, значит, вам самой что-то нужно. Ну, что-то нужно, там, для себя, например, для своей жизни, для своего комфортного, может быть, состояния, да, и так далее. И вам нужно сперва понять, для чего я стремлюсь к гармоничным отношениям вообще, в принципе. Зачем мне это нужно? Чего я хочу? Вот. Это как бы первое. Это первое. Второе. Нужно, чтобы вы то, ради чего стремитесь к гармоничным отношениям получили. Ну, то есть, желательно, чтобы вы уловили, чтобы вы поняли, чего хотите. Вот. И уже потом выстраивали бы отношения с кем угодно, вступали бы в отношения с кем угодно. Так оно будет, было бы безопасней для вас, так оно было бы удобней для вас, так оно было бы комфортнее и, самое главное, гуманнее по отношению, опять же, к вам. Ну вот. Ага. Дальше. Вы задаете вопрос. Не помещает ли это встретить свою любовь? Значит, смотрите. Либо мужчина в процессе взаимодействия с вами что-то поймет для себя и осознает, что вы, например, ему нужны, что он, например, хочет быть с вами, допустим, и так далее, и вы сблизитесь с ним, либо мужчина так и будет держать определенного рода дистанцию от вас, и вы поймете достаточно быстро, что у вас с ним ничего быть не может. Ну, такого, серьезного. Вот. И, соответственно, вы, может быть, и продолжите находиться с ним в отношениях, которые у вас вот могут быть. И, соответственно, любой другой человек, которого вы встретите, который вам понравится, который даст вам то, то, чего вы хотите. То, чего вы хотите. Вот. Если же еще раз вы чувствуете, что могли бы быть или можете быть эмоционально привязаны к этому мужчине, который вам сейчас предлагают, да, сколько интимные отношения, что не нужно. Потому как эмоциональная привязка у вас, она будет довольно сильной. и вы не сможете, вы не сможете уйти, выйти из отношений достаточно быстро, когда у вас появится желание. Вот. Я думаю, что вот так можно ответить на ваш вопрос. Вот. Также хотелось бы сказать, что вы немножечко уклажняете ситуацию, да, то есть вы надумываете, многое. Как это видится мне. Потому что, ну, мужчина предлагает вам то, что он может дать. это не хорошо и не плохо. Это просто есть. И вы можете легко у него это принять, при этом отдавая себе отсчет в том, что нужно вам и для чего. можно мужчину поставить в известность сразу относительно этих моментов и сказать ему, что хорошо, я буду с тобой, я вступлю с тобой в отношения, например. Но, если мне, допустим, что-то не понравится или если я найду, увижу мужчину, с которым у меня будет больше чувств, потому что я хочу чувств, я хочу эмоциональных отношений, да, я хочу любви. То и я от тебя увижу. Правда. Ну вот. Можно так сказать? Можно. Имеете вы право так вопрос поставить? Помню. Если молите, так. Если мужчина согласен так, то почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Почему бы не получить от жизни удовольствие, если его можно получить? Что там плохого? Вопрос у меня к вам. Ага. Что напрягает вас в этой ситуации? Чего вы боитесь? Вот лично вы чего опасаетесь? И почему? Почему вы считаете, что какие-то вещи могут выйти из-под вашего контроля? Например. Откуда вот у вас такая мысль? Зачем вам контроль? Почему вы сомневаетесь в том, что сможете управлять своей жизнью? Опять же, если у вас есть желание встретить свою любовь, то зачем она вам? Зачем вы хотите встретить любовь? Почему у вас есть эта потребность? Подумайте об этом. Подумайте об этом. Это важно. Важно именно для вас. В первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Обменстве мимоommt. Тем